Если электронормы пока что поставлены на паузу, то субсидии напротив начали год с изменений. С января получение ежемесячной выплаты на проезд сменило порядок. Теперь 486 рублей получают пенсионеры с доходом ниже 20 тысяч, 180 – ниже 25. Пожилые челнинцы, получающие больше, останутся и вовсе без субсидий на проезд. Напомню, такой доход – это пенсия плюс зарплата, если человек все еще трудится. И такие новшества граждан на заслуженном отдыхе не обрадовали. Мне кажется, это неправильно. Больше 25 тысяч, чем не выплачивают. Но все равно, наверное, что какую-то сумму должны были выплачивать. Они же отработают. Ну это уже очень плохо. Он же работает. Все теряется. Дорожный срат потеряли. Но система уже работает. Назначение дорожной выплаты происходит автоматически. Тем не менее, челнинцев приглашают обратиться за подробностями в Центром от помощи. Помимо субсидий на проезд, пенсионеры могут получить льготную транспортную карту. Эта услуга не зависит от уровня доходов и доступна для предпенсионеров. Они имеют право на оформление только льготной транспортной карты. То есть, они могут подойти в отделение материальной помощи для оформления льготной транспортной карты, которая позволит им ездить на нашем общественном транспорте. Но деньги, средства денежные, они будут закидывать туда из своих личных средств.